Здравствуйте, ребята! Мы продолжаем с вами тему «Три медведя». И у меня их три. У меня папа-медведь, у меня мама-медведь, и у меня маленький бабочка-медведь. Вот их три медведя. Причём обязательно мы учим так, что какой это шейп, какой это в форме, что это овал. Мы учим, что это треугольник, и это прямоугольник. Мы учим сразу всё вместе, какая форма, какого цвета. Значит, мы всегда говорим, что папа-медведь – это очень низкий звук, это жёлтая шапочка одеваем, что маленький медвежонок – это высокий звук, мы одеваем красную шапочку, и мама в серединочке, мы одеваем ей зелёную или синенькую шапочку, которую ещё я не одела. Итак, сейчас этих медведей я положу, и мы будем работать с бутылками. Итак, у меня одна бутылка пустая, в одной налита вода наполовину, а в третьей полная бутылка. С малышами я обычно говорю только два медведя. Давайте постучу и послушаем какой-то звук. Иногда это сложно сразу сказать, поэтому слушаем другой звук. Теперь, наверное, вам всё-таки легче сказать, что это у нас красная шапочка, пустая бутылочка, и это высокий звук. Я ещё попробую постучать, а можно подуть. Это высокий звук. А теперь возьмём полную бутылочку. Низкий звук. С малышами трёхлетками и двухлетками это достаточно. Если четырёхлетки старше, мы добавляем средний звук, когда здесь обычно или синие, или зелёное. Значит, я играю. Это невысоко и низко. Это средний звук. Давайте ребяткам тоже можно подуть. Итак, играю три звука. Высоко. Средний звук. Низкий звук. Вот так вот у нас идут у нас три медведи. Ну, я буду ещё такой. Еще раз.